всем привет подписчики наши youtube страницы с вами ягера табанова и это очередной выпуск рубрики короче обзор мы пережили очередные лютые морозы якутии вот наконец настала весна пора чего-то прекрасного и романтичного и сегодня мы рассмотрим книги о любви о любви настоящей светлой который ищут которую ждут которую теряют все книги которые я сегодня представлю это истории любви которые вас чему-то обучат откроет вам глаза на некоторые вопросы и конечно мы сегодня начнем с детских книг сегодняшний обзор мы начнем с детских книг как-никак первая любовь это у нас все-таки родительская любовь которую мы получаем которую мы испытываем потом у нас появляются друзья это тоже в какой-то мере любовь и конечно же 1 1 влюбленности и первые симпатии так что начинаем наш обзор для самых маленьких невероятные приключения лесной феи и ее друзей эту книгу мы получили недавно на совсем новое и еще никто не брал так внутри книги написано эвен мей с любовью от мамы и папы как я говорила 1 любовь это родительская это очень добрая и трогательная история про феи и друзей замечательный перевод ну и конечно и иллюстрации отдельная тема главная героиня произведения фея фея который к сожалению родилась без крыльев но это не помешало и завести настоящих друзей и даже спасти лес от слова от рода книга научит своего маленького читателя принимать себя и окружающих со всеми достоинствами и недостатками авторы этой книги американские художники и писатели создали эту книгу для своей дочки эви возможно именно поэтому герои получились очень живыми а нежные акварельные иллюстрации сделали книгу под настоящему вовшебный следующая книга от фреда нильсон хедвик и прекрасная принцесса это четвертая по счету книга из этой серии и она является последней история про девочку хедвик которая живет глухом они ей не с кем иногда и поиграть и поговорить в этой книге очень много приключений открытки ассор и примирений радости и печали в этой части книги хедвик исполняется 9 и она начинает испытывать ранее неизвестные чувства это симпатия неприязнь соперничество и хотя девочка отрицает влюбленность читатель понимает что это она и есть написано очень хорошо глубоко и прочувственно так что даже немножко жаль что эта книга является последней ну и дальше мы рассмотрим книгу для девочек постарше каникулы для двоих большая книга романов о любви для девочек автор ксения беленкова ирина щеглова и мария чапурина верные взрослые девушки и женщины помнят как впервые в руки взяли такую книгу о любви когда еще не знаешь и не испытывал этого чувства влюбленности или симпатии но так хочется узнать что же это такое и эта книга не исключением она вся такая вот девчачья с розовой окрасной закладкой и в ней рассказывается три истории любви и конечно же будет полезна для девочек подростков которые впервые сталкиваются с такими проблемами как в отношениях с мальчиками так и в отношениях с друзьями само издание без иллюстрации конечно это для детей постарше для девочек старше 12 лет ну и перейдем взрослой литературе хочу начать свой обзор взрослой литературы вот с такой серии роза ветров и ему тоже получили недавно с новинками так о чем же серии книги серии искусственно балансируют между экзотичностью декораций и глубиной рассказанных историй раз за разом это погружение в необычную культуру эти книги несомненно обращены к европейской культуре но авторы вот этой аркадии часто рождены на стыке нескольких культур они пытаются осмыслить это непростое свое наследие так истории из китая японии африки суда нам северной кореи обретают человеческое измерение и становятся понятными нам вот на первой книге нарисована девушка в индийской одежде автор сиджал бадани называется качели судьбы перед нами история трех индийских женщин бабушки дочки и внучки каждый из которых несет свой крест вторая книга с уклоном на восток автора уильям эндрюс дочери дракона карьянка анна карлсон живет в сша ее в младенчестве удочерила американская семья и мечтаю увидеться с биологической матерью девушки едет силу но в приюте и сообщать что она умерла перегорода построенная девушка решает что все ее поиски закончена ей какая-то незнакомая старушка торопливо сует сверток с адресом из каким-то старым гребнем девушки едет на этот адрес и попадает такую скромную квартиру где хозяйка хон джейхи просит выслушать ее историю так они предстоит узнать об одном из самых трагических периодов жизни кореи когда во время второй мировой войны японские оккупанты заставили более 200 тысяч кореянок служить женщинами для утешения джейхи знает о чем говорит ведь она была одной из этих несчастных давайте перейдем более серьезной литературе автор мейк уэйт квейтон прекрасные изгнанники автору прекрасно удалось описать бурные отношения между рестом хемингуэем и марта гелхарм его третьей женой автор написал в общем семь книг часть из которых стали бестселлерами по версии нью-йорк таймс и однозначно вам стоит обратить внимание на эту книгу эрнест хемингуэй и марта гелхарм известный писатель и молодая талантливая журналистка они познакомились в ки уэске в 1936 году их дружба основанная на письмах разговорах семейных обедах перерастает в бурную любовную интригу когда они вместе отправляются в мадрид освещать гражданскую войну в испании автор книги большая поклонница марта гелхарм поэтому в процессе создания этого произведения она опиралась на книги самой марты а также использовала письма документальные фильмы заметки газетные публикации интервью хемингуэя именно поэтому при чтении книги веришь каждому слову каждому диалогу мне кажется эта книга не только для фанатов хемингуэй но и для всех любителей прекрасных историй ну далее тоже серьезная литература жена башмачника от отрианы трижаны книга издана в 36 странах книга для любителей неспешных повествований автор настолько невероятно описывает природу италии и альпа и все происходящее в книге что сюжеты легко рисуются воображение советую для любителей семейных саг эта книга в рекомендациях постоянно попадается книга от антонием вает обладать это романтический роман состоящий из писан дневников стихов поэм биографии монографии научных исследований и статей содержание пожалуй описывать не буду действие разворачивается в двух временных рамках сюжет сложен и полон причудливых поворотов мотивы готического романа приплетены с реалистичным основное произведение современной английской писательницы антонии бает один из лучших британских романов 90-х годов советую всем кто любит хороший литературный язык сложный сюжет ну и в общем классическую литературу ну и вот такой у нас романтичный обзор получился следующий раз мы сделаем обзор на якутском языке на якутские книги и это будет эксклюзивный выпуск так что с вами была я эльвира табанова это был выпуск короче обзор спасибо за внимание просмотрю и и и и Продолжение следует...